Часть Игра до Чаверсада с Хиканы. Сегодня хотелось бы поговорить на одну из важнейших тем. Ребята, я рекомендую вам скачать это видео и время от времени пересматривать, потому что сегодня рассматривается очень-очень и очень весомая информация. Итак, Александр, о чём же мы поговорим сегодня? Мне часто пишут, мол, Хикан, я как-то по малолетству рассказывал, делился с матерью какими-то переживаниями, например, да? Вот я с ней поделился, а потом мы с ней раз, ссоримся, и она мне этой же информацией раз и лупит меня, и лупит меня. Вот просто пример, что вам было ясно. Вот, как Денчик, я тебе, Александру, с Хиканами сейчас делюсь, как-то ходила на футбол, да ещё в школе, там класс, наверное, я не знаю, какой-то, может, шестой, например. Вот, и у ребят на то время уже были компуктеры. Не сказать, что они были какие-то мажоры, но просто обычные люди, вот. А у меня, естественно, не было. Ну, что, они сядут где-то в уголке, например, обсуждают там какой-то контрол-страйк, как я люблю говорить, или квейк, например. Вот. Ну, что-то обсуждают, обсуждают. А это что, я ни хера не понимаю, я же не могу подержать разговор. Ну, я сяду где-то там, раз, что-то сел, как белая ворона, смотрю куда-то в сторону. Блин, и что-то так грустно стало. Ну, я прихожу домой, и вот с мамкой, со своим родственником, я ей говорю, вот, мамка, например, такая вот фигня происходит. Я даже ни о чём не просил, не намекал, просто говорю, вот, ребята, что-то там сели, общаются, со мной никто не общается. И вот, в следующий раз, когда возникла там какая-то конфликтная ситуация, да, она мне говорит, блин, да ты такой мудак, что с тобой никто и не общается. Представляешь, Александр? Что это такое произошло? Как это называется? Печор. Нет, ну как это называется, Александр? Это то же самое, что, вот, ты мне самый сокровенный секрет какой-то раскрыл, а я тебя раз этим, блядь, топориком-то и в спину тебе ебанул. Правильно? Да. Как это называется, Александр? Это называется удар, блядь, тебе даже не серпом по яйцам. Нет, ни в коем случае. Это самое уязвимое место. И как ты в следующий раз можешь о чём-то говорить? Смотрите, вот я, например, тебе сразу говорю, я это понял где-то, наверное, в лет 12, может, не знаю, чуть позже, я понял, что это будет бесконечно длиться, то есть вся эта информация, с которой я делюсь, она потом оборачивается против меня. Меня ей же и хуярят. Всё, я, знаешь, я закрылся, всё, так выставил оборону, линию обороны своей, я уже ничего никому не рассказывал, а потом, слышь это, а чё ты со мной мне ничего не рассказываешь? Чё ты, чё ты там, мать плохая, да? Чё ты? Я же для тебя, как белка-то в колесе, например, только всё ради тебя, я же там и ночью не спала, всё, а ты неблагодарная, мразь, что же ты делаешь? Почему ты, почему ты не рассказываешь мне ничего, Александр? Почему, почему ты не рассказываешь ничего? Ну, что ты уже по яшам получил. Да. И поэтому второй раз по яшам не хочешь получать. А потом, блядь, из людей вырастают идиоты. Вот опять, вот та же самая фигня, что было с чувством вины, тут всё, комплекс целый, вот такой огромный, блядь, тут куча комплекса. И, опять же, знаешь, вот как говорят, кого-то там алкоголичку какой-нибудь лишили родительских прав, например. То есть, чтобы сдать, не знаю, управлять машиной, например, каким-то транспортным средством, необходимо пойти сдать экзамены, там, справки какие-то, то же самое с оружием, например. Но чтобы, блядь, родить ребёнка, ничего делать не надо. Ты можешь быть наркоманом, ты можешь нюхать клей, ты можешь упарывать три семёрки, это в лучшем случае. Можешь какой-то стекломой, например, делать что угодно. Да, разжадите, пожалуйста, голосуй на выбор, блядь, пожалуйста, ничего тебе вообще никто не скажет. То есть, смотри, что они могут? Они могут выбирать тех, кто будет решать судьбу, блядь, твоей страны. Они будут решать, блядь, просто твою будущую жизнь, какой-нибудь алкоголик и наркоман. Ты понимаешь, что доктор философии, он никогда не сравнится с каким-нибудь, блядь, алкашом ебаным. А ты понимаешь, что в нашем обществе они, блядь, равны. Они равны, они имеют права голоса. Всё. И так же этот доктор философии, он может рожать детей, блядь. И этот чувак может, нарик какой-нибудь, который крокодилом ебашится. Он тоже может рожать детей. И они, и потом все удивляют. Блядь, а что так много быдла, например? А что? А что? А что? А что тебя в школе, что ли, пиздят, да? Ну, странно, странно, почему? А почему ты мне ничего не рассказываешь? А, понятно, ну тебя пиздят, например, потому что ты слабак. Потому что тряпка-то, с тобой вообще никто не общается. И понимаешь, Бетарду, у Бетарды в голове не просто там какой-нибудь маленький, маленькое там чувство вины. В нем огромный, вот такая, вот такая сфера, блядь. Огромный Михаил Круг. Михаил Круг в минус 16 степени. У него вот такой, который не влезает. Там внутри огромная вот такая пизда. И к чему я? О правах. То есть лишили родительских прав какую-то алкоголичку. То есть, по идее, у кого-то есть какие-то права. Но сдавать экзамены, например, чтобы родить ребенка, это, шмалень, ведь этого не надо еще, не вели такой, я не знаю, закон. Нет? Не надо, ничего не надо делать. Но чтобы на машине ездить, надо экзамены сдавать. Чтобы детей рожать, чтобы, блядь, его обрекать на весь этот пиздец. Так а алкаши, что делать? Наебутся, детей нарожают, чтобы получить эту компенсацию за ребенка. А потом он на помойку куда-нибудь. А ты ведь понимаешь, что это же просто преступление, блядь. Ну ладно, алкашая оставим в покое. Но ты же понимаешь, что за твою эту сломанную психику никто и никогда не понесет ответственность. И твои родители, если они были долбоебы, которые просто тебе, блядь, молотком, грубо говоря, по голове ебашили. Опять же, я миллион раз буду повторять этот пример. Когда там ты кому-то поебалу даешь на улице, тебя все, пишут заяву и тебя забирают, например. Но когда каждый день тебе, грубо говоря, берут, блядь, топорик и по пальцу раз, раз, не знаю, там тебе, а что ты мне ничего не рассказываешь? Ах ты, мудила, ах ты, а мама умрет, если ты не придешь 12 часов, да? Ах ты, сраный мудак, ты ничего не добьешься. А ты, может быть, пидор? Да, может быть, ты пидор? А может быть, не знаю, да у тебя-то, ты такой страшный, блядь, ты такой мудак. У тебя бабы никогда не будет. Да ни одна девка на тебя не посмотрит. И у человека, знаешь, у него вот такая программа закладывается. То есть никто же не будет спорить, что, допустим, пропаганда работает. Пропаганда работает 100%. А тут чем отличается от пропаганды? Тебя внушают одну и ту же программу. Вот у тебя никогда не будет бабы. Или там бабы на тебя никогда не посмотри, например. Да ты такой мудак, там, не знаю, никогда ты не сможешь познакомиться, например. И ты не можешь познакомиться, потому что с детства каждый день тебе внушали эту хуйню. И вот берут этот топор и отрезают сначала по пальцу, по пальцу. У тебя никогда не будет бабы. Раз, палец отрубили. Но если ты кому-то палец отрубишь, тебя, ну, примут менты, как минимум. А за то, что каждый день тебя убивают, ну, ничего никому, все нормально. Рожайте детей, все в порядке. Будьте вот хоть алкашами, будьте хоть негром преклонных годов, например. Это же просто какой-то пиздец. И никто не лишит, там, родительских прав за то, что из вас, блядь, сделали просто инвалида. Опять же, повторить, психику, просто ваш хребет вашей психики. Раз, и пополам. И об колено, блядь. Все, вы инвалид. Все, ребята. Все, пиздец. Выхода нет. Шею пропало. Ну, это не смешно, просто, знаешь, многие, там, смотришь на человека, вроде нормальный человек. Как начнешь, там, что-то общаться, ну, это же просто пиздец. И никто за это ответственности никогда в жизни не понесет. Вот что самое страшное. Пиздец. И самое страшное, что родители-то, они думают, что я тебе, братишка, я же тебе хорошее хотелось делать, я тебе покушать принес. Они же думают, что они тебе только допру делают. Курлы-курлы-курлы. Курлы-курлы, когда тебя там кутают, когда тебе, я не знаю, вот эту хуйню говорят, у тебя бабы там никакой не будет или что-то подобное. Все, ребята, ставьте классы. Это батиканы, мотайте на усы, если у вас будут дети, воспитывайте их правильно, не ломайте. Ну, нет, нет, я просто хочу, опять же, все, уже заканчиваем, ремарочку такую, я не говорю не о всех родителях, а о тех родителях, которые внушают вот такую хуйню о родителях, долбоебов, которые надо, как и алкоголиков, наркоманов, лишать родительских прав, потому что они уничтожают человека. Точно так же, как можно физически пиздить, ну, они пиздят просто морально. Все, ребят, надеюсь, ну, я не знаю, как-то ищите, калибруйте, анализируйте, если что, просто убегайте, там, не знаю, есть социальные службы. Ставьте классы, подписывайтесь на наш канал, донайте нас бабули на пищу пакета, заказывайте рекламу и сигны. Слава, к нам, бабули, слава, до новых встреч, пока. Компуктира, 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 компуктира.